Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я просто ваш телефон тут в газете, как юридическая помощь, я могу с вами проконсультироваться? По вопросу подтопления? По вопросу материальной помощи в 10 тысяч. Можете проконсультироваться. Тут вот слухи ходят по это самое, и толком мне никто не может объяснить. Вот смотрите. А сейчас я вам объясню, у вас затопления помещения было? Нет, помещения затопления не было у меня. А что затопило? У меня ничего не затопило. Я находился... Тогда вам не положено. Не положено? Нет, не положено. Ага, понятно. Только если вода зашла в помещение. Только если вода зашла в помещение, да? Да. Нас обманывают. Здравствуйте. Меня зовут Руслан, я живу в Туапсинском районе. А как нас обманывают, я вам сейчас расскажу. Любое действие исполнительной власти регламентируется нормативно-правовыми актами. В частности, губернатор Краснодарского края Кондратий Вениамин Иванович 25 октября 2018 года подписал постановление за номером 678, которое вносит некоторые изменения в предыдущее постановление за номером 1022. Теперь, в соответствии с постановлением 678, единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей положена всем, я подчеркиваю, всем гражданам, кто зарегистрирован и проживает в жилом помещении, которое попало в зону ЧС. Его жизнедеятельность в результате наводнения была нарушена. А как же происходит на самом деле? А на самом деле нам говорят, что если в наши дома не зашла вода, то мы не являемся пострадавшими. Нас вводят в заблуждение, либо по незнанию, либо по чему-то указанию. Кому это выгодно, я не знаю, но я знаю точно, что не могу молча наблюдать за этим. Не верьте моим словам, проверьте все сами. Внизу под описанием я разместил ссылки на эти постановления. Также вы найдете ссылки на записи телефонных разговоров с юридическими консультантами по вопросам выплат. Ссылку на сайт администрации Туапсинского района я также прикрепил. Вы сами можете позвонить по всем номерам, которые там указаны в качестве юридической помощи и задать те же вопросы, что и я. Я более чем уверен, что вас обманут. Проверьте все сами. Прошу считать мое заявление публичным обращением в контрольные и надзорные органы. Также прошу всех неравнодушных, делайте репосты, распространяйте это видео, скачивайте, заливайте на свои каналы. Пусть как можно больше людей об этом узнают. Спасибо большое. Согласно вот этого 678-го постановления, которое было подписано, там изменена формировка, конкретный абзац. То есть люди считаются пострадавшими, если проживают в зарегистрировании, проживают в помещении, которое попало в золочинство. И жизнедеятельность, чья была нарушена, поражающими факторами, ну и так далее. То есть правильно ли я трактую? Я там живу, и моя жизнедеятельность была нарушена чем? Объясню. Подъездные пути там? Свет, вода, телефон до сих пор у нас не работает, то есть бабушки жалуются, отдаленный аул, скоро даже вызовут. Ну это я так скажу. То есть правильно я истрактовал данную норму? Или же я чего-то недопонимаю? В принципе да, нет, вы правы.